Всемирный день науки за мир и развитие World Science Day отмечают ежегодно 10 ноября. Этот день учрежден для напоминания в целом о важности научного прогресса. В рамках праздника вспоминают наиболее значительные научные открытия. В каждой программе мы рассказываем об исследованиях, разработках, которые ведутся в Казанском университете. Говорим о главных направлениях в жизни вуза научного сообщества. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Сегодня вы узнаете... Реалии, к сожалению, таковы, что все чаще детки рождаются, пусть и с минимальными, но какими-то речевыми нарушениями. Открыть мир звука. Как логопеды вошли в топ самых востребованных профессий. Мы умеем и можем готовить величайших, хороших, суперспециалистов. Традиции и инновации. Какие преобразования необходимы химическому институту. Понять, как мы можем использовать это для лечения опухолевых заболеваний. Спасение – дело рук молодых ученых. Какое лекарство ищут специалисты КФУ от рака. Исследуют вопросы восстановления речи после тяжелых заболеваний. Технологии нейромаркетинга и нейрокоммуникации в медицине. Как лаборатория нейролаб сможет помочь в реабилитации пациентов. Еще один повод для праздника появился у россиян. Особенно у тех, кто работает в высших учебных заведениях страны. В России появился День преподавателя высшей школы. Решение принято главой Миноборнауки страны Валерием Фальковым. Датой профессионального праздника выбрали 19 ноября. День рождения российского ученого Михаила Ломоносова. Создание праздника в 2021 году, объявленном президентом России Годом науки и технологий, поможет повысить престиж профессии преподавателя высшей школы. Свой профессиональный праздник отмечаю 14 ноября логопеды. Это представители одной из самых значимых социальных специальностей. Логопеды входят в топ-30 важных для общества профессий в мире. Открыть мир звука, правильной речи, научить говорить и общаться. Вот такая сложная задача стоит перед ними. Логопедия – часть педагогической науки, которая изучает нарушения речи. Логопеды не просто призваны исправить эти дефекты, но и человеку пережить психологический дискомфорт и стресс. От логопеда требуется терпение и чуткость. Его знания обширны от психологии, медицины до языкознания. В Казанском федеральном университете готовят таких специалистов не первый год. И в обучении будущих логопедов в Институте психологии и образования подходят очень серьезно. Студентов специализированные центры разбирают еще на стадии их учебы. Востребованность специалистов колоссальная. И многие из выпускников продолжают дело своих преподавателей, разрабатывая уже свои методики. И в этом убедилась Эльвина Минабуддинова. Аделя Галимова студентка первого курса магистратуры Института психологии и образования. Ее специализация – профилактика и коррекция девиации у людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам девушки, именно вокал помогает ей в профессиональной деятельности, в работе логопеда. Упражнения на формировании интонации, правильного дыхания, а также артикуляции. То есть, когда мы поем, мы используем правильную интонацию. И эти упражнения помогают ребенку правильно говорить. Кафедра логопедии осуществляет многоуровневую подготовку логопедов, как в очной, так и в заочной формах обучения. Язык, тело, якорь. Именно здесь, в Институте психологии и образования, обучают мастеров коррекции речи. Дают фундаментальные навыки, которые необходимы для освоения профессии. На педагога-логопеда возлагается огромная ответственность. Ведь от того, насколько качественно проделана работа, зависит результат обучаемого. Для этого нужно знать немало. От педагогики и психологии до медицины и дефектологии. Логопедия – это все-таки педагогическая специальность, даже больше, чем психологическая. И поэтому всеми компетенциями, которыми обладает просто педагог, должен обладать в том числе и логопед. Но при этом, я как раз сказала, что он должен сам мастерски владеть своей речью, коммуникацией, то есть быть достаточно открытым, достаточно дружелюбным. Насыщенно и интересно проходит обучение студентов. Здесь овладение практическими навыками является ключевым. Практику студентов-логопедов проходят в прямой связи с детьми. Работают и с дошколятами, и со школьниками. Уже с первого курса полученные навыки активно применяются на практике. Перед занятием студентов проверяют, знают ли они особенности ребенка. Невозможно построить индивидуальный план, если не знать, с чем именно вызвано нарушение речи у детей. Мы получали не только теоретические знания, но при этом их использовали, видели все это на практике. Как работают логопеды. Мне безумно понравилось. Я получила колоссальный опыт. Сейчас тоже прохожу практику, также на втором курсе. Получаю новые знания, работаю с детьми, получаю море позитива. И мне это безумно нравится. Логопедия охватывает разные направления. В этом ее сложность. Необходимо постоянное повышение квалификации, а также углубленное изучение совершенно разных областей. Логопед – это и психолог, и медик, и педагог. После бакалавриата студенты могут продолжить дальнейшее обучение в смежных сферах. Айсулу Хамитова пошла в магистратуру изучать область нейропсихологии. Нас обучают видам речевых нарушений. То есть у нас дисциплина связана с видами речевых нарушений. Например, такие как дизлалия, ренолалия, нарушение голоса, дизартрия, алалия, афазия, нарушение темпа речи. Речь человека связана со всеми высшими психическими функциями. При задержке развития речи отстают и остальные психические функции. Отрасль логопедии не так проста, как может показаться. Задача педагогов-логопедов – не только научить правильно издавать звуки, буквы и слова. Главное – выявить причины. И лучше на ранних стадиях. А затем устранить их. Это кропотливый труд. Сначала проходят обследования ребенка, выявляют нарушения. Лишь потом составляется индивидуальный план занятий. На практике мы обследуем детей, ставим логопедическое заключение. И на основе данного логопедического заключения мы составляем, а потом уже проводим индивидуальные занятия, групповые занятия. И в данные занятия мы включаем не только упражнения на развитие речи, но и упражнения на развитие других высших психических функций, на развитие моторных функций, например, на развитие общей моторики, мелкой моторики. Это мы можем включать физминутки. Логопед должен владеть разными приемами. Например, постановки звука. Важна работа над дыханием, постановкой голоса. Развитие речи – отдельный механизм, результат которого зависит от работы каждого винтика. Обладатели такими навыками ждут в каждом центре работы с детьми. И неважно, обычный детсад это или центр реабилитации. Логопед – это одна из самых востребованных профессий. В этом убедилась Эмилия Губайдулина. В этом году завершает обучение в институте, но уже сейчас работает логопедом-дефектологом. С детьми в реабилитационном центре. Благодаря такому практическому опыту, Эмилия поняла, что правильно выбрала свой профессиональный путь. На данный момент профессия очень востребована на рынке труда, так как все чаще родители обращаются к нам с жалобами на нарушение речи. Реалии, к сожалению, таковы, что все чаще детки рождаются, пусть и с минимальными, но какими-то речевыми нарушениями. Поэтому наша работа очень важна. Кроме того, мы не исключаем того, что случаются часто инсульты или другие сосудистые заболевания головного мозга. Поэтому мы нужны и при коррекции утраченной функции речи. С логопедией тесно связана психология. Все знания психологии помогают логопеду видеть не просто речевое расстройство, а прежде всего с самого ребенка. Правильно понимать взаимосвязь его речевых нарушений с особенностями психологического развития в целом. Самый актуальный запрос общества на самом деле сейчас. Логопед с компетенциями психолога может создать настолько уникальный, совершенный продукт, то есть технологию или технику, которая поможет достичь очень больших эффектов. Внутри института планируется разработка нового проекта для родителей-мигрантов, которые воспитывают детей до школьного возраста. Это необходимо для создания максимально благоприятных условий для психоречевого развития, а также позитивной адаптации детей-мигрантов в новых социокультурных условиях. Ребенок при поступлении в детский сад может столкнуться с рядом трудностей. Это как новый социокультурный мир для него, и также трудности в коммуникации как со своими сверстниками, так и со взрослыми. Ежегодный институт психологии образования выпускает около 80 логопедов-дефектологов, а количество бюджетных мест на этом направлении с каждым годом растет, что показывает потребность специалистов на рынке. В этом году в рамках федеральной инновационной площадки институт также реализует проект под названием «Прогностическая способность дошкольников с расстройством аутистического спектра» как ресурс социализации. Эльвина Минабудзинова, Булат Садыков, КФУ «Итоги недели». Работу с молодыми учеными считает приоритетной и новой директор химического института имени Бутлерова. Марат Зиганшин возглавил одно из старейших подразделений Казанского университета совсем недавно. Химия – важное направление в ВУЗе. Фундаментальная наука неотделима от прикладных исследований в этой сфере. Какие задачи стоят перед институтом, мы поговорим с его новым руководителем Маратом Зиганшином. Здравствуйте, Марат Ахмедович. Здравствуйте, Соловат. И сразу первый вопрос. Хотелось бы узнать, какие задачи стоят перед вами на новой должности директора химического института? Мы, как химическое сообщество Казанского федерального университета, сейчас должны определиться с стратегией, с планом развития нашего института на 5-10 лет. Я, как директор, должен поставить перед каждым сотрудником вопрос, что, собственно, он хочет, что он видит в перспективе, какие у него планы собственного развития. Важным, с моей точки зрения, является услышать молодых ученых с их идеями, желанием работать, добиться результатов, стать узнаваемым в мировой науке. И, собрав вот этот потенциал химического института, консолидировав наш коллектив, мы должны выбрать правильное направление движения для того, чтобы улучшить все свои показатели в науке, в образовательной деятельности, в кадровой политике. Очень важным, я считаю, вот на этом пути работу по созданию новых, либо укреплению уже существующих связей внутри университета. У нашего института сложились, исторически сложились, очень хорошие отношения с естественно-научными институтами, институтом физики, институтом геологии и нефтегазовых технологий, с институтом фундаментальной медицины и биологии. Вот это надо поддерживать, это надо укреплять. Казанская химическая школа, как вы сами уже отметили, известна далеко за пределами России. Вот сейчас, на ваш взгляд, какие направления все-таки будут в приоритете в ближайшие годы? Ну, если говорить о науке в химическом институте, то она, в принципе, находится на очень хорошем уровне. Но тут мы должны оговориться, что мы говорим о фундаментальной составляющей науки. Действительно, наши ученые, их труды, они хорошо известны как в России, так и за рубежом. К нам с удовольствием приезжают ведущие ученые, российские, иностранные ученые приезжают. Вот эти направления, вот эти фундаментальные, мы обязаны сберечь. Но, конечно же, мы должны признать, что в настоящее время у нас та сторона нашей деятельности, которая связана с прикладными исследованиями, разве это не очень хорошо, не очень сильно. Поэтому необходимо усилить действие в этом направлении. Мы должны просто понять одну простую вещь. Мы умеем и можем готовить величайших, хороших, суперспециалистов. Но и на уровне выпускников университета, и на уровне кадров высшей квалификации, я говорю про кандидатов, докторов наук, но все они же не смогут занимать преподавательские должности в институте. То есть мы должны создать такие условия, когда эти кадры у нас останутся. А их можно трудоустроить, только если мы будем заниматься прикладными исследованиями. То есть когда наши кадры у нас же и наши разработки идеи станут интересны промышленности, бизнесу. Я считаю, что это очень важный вопрос, на который в настоящее время необходимо уделить должное внимание. Говоря о прикладных исследованиях, как раз-таки следующий вопрос касается программы «Приоритет-2030». Какие задачи стоят перед институтом в рамках нее? У нас состоялось собрание заседания ученого совета, на котором мы с коллегами детальнейшим образом обсуждали роль химического института в достижении показателей этой программы «Приоритет-2030». Надо отметить, что очень много наших ученых принимает активное участие в стратегических проектах, которые связаны с энергетикой, материалами, медициной. Вот в этих группах, которые туда зашли, очень много молодых ученых. Это дает надежду, что при должном финансировании они достигнут хороших результатов. Как обстоят дела с инфраструктурой в химическом институте? Или, может быть, в планах, опять же, привлекать в качестве партнеров или, может быть, инвесторов как раз-таки бизнес? Да, хороший вопрос. Спасибо. Где-то неделю назад я получил распоряжение подготовить предложение от химического института по созданию на нашей базе отраслевых лабораторий. То есть это лаборатории, которые будут заточены на прикладные исследования, на взаимодействие с промышленностью, с бизнесом и так далее. Мы с коллегами провели достаточно такой плотный анализ того, что мы можем. Ну и без лишней скромности можно сказать, что приборная база у химического института находится на очень хорошем уровне. Мы можем проводить очень хорошие, качественные прикладные исследования. Кроме того, у нас есть люди. Радуются, что это по большей части молодые люди, которые готовы возглавить эту лабораторию, готовы пойти в промышленность, понять, что им надо, помогать им. Но с другой стороны, вот я еще раз упомяну, нужно помнить, что фундаментальная ориентированность наших исследований, она все-таки дала определенный уклад нашего менталитета. И сейчас мы должны перестроиться, мы должны поставить себя перед собой задачи немного другого уровня. А это, безусловно, собой повлечет наше понимание, которого сейчас нет, о том, какие пробелы в нашей инфраструктуре присутствуют. Я надеюсь, что мы сможем оперативно все эти пробелы восполнить. Работа как раз в направлении индустриализации наших исследований, она ведется. У нас есть уже первые контакты с представителями бизнеса. Надеюсь, что они будут расширяться, и мы будем обязательно в этом направлении работать. Прижимаем вам успеха в этом деле. Спасибо за ответы. Спасибо вам. Ученые Казанского федерального университета разрабатывают новый комплексный метод лечения онкологических заболеваний человека. Исследования в этой сфере требуют кропотливого подхода, времени, но на кону человеческая жизнь. Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности и инвалидизации населения во всем мире. В начале года были представлены данные по заболеваемости раком в 185 странах. Оказалось, что каждый пятый житель планеты заболевает в течение жизни раком. Каждая одиннадцатая женщина и каждый восьмой мужчина от этого заболевания умирают. Первое место в списке наиболее часто встречающихся видов онкологии занимает рак груди у женщин. На втором месте рак легких. Поиск новых методов терапии онкологических заболеваний актуальнейшая проблема. Эти методы должны быть эффективными, менее токсичными и, конечно, адресными, персонализированными, считает молодая ученая Валерия Соловьева. Кандидат биологических наук не первый год становится победителем грантовой поддержки и президента России, и российского научного фонда. В год науки и технологий ее портрет украсил и улицы Казани как пример представителей научного сообщества. Эльвина Минобуддинова встретилась с молодыми исследователями. Сейчас мы с коллегами занимаемся выделением визикул из клеток для того, чтобы проанализировать их метаболизм и понять, как мы можем использовать это для лечения опухолевых заболеваний. Визикулы, так называемые, мельчайшие структуры, они вырабатываются всеми клетками организма, могут носить различные биологически активные молекулы, которые способны зарождению онкологических заболеваний. Это может привести к прогрессированию опухоли метастазом и другим различным механизмам поддержания развития опухоли. Мы проводим исследования, как внеклеточные визикулы играют роль в патогенезе онкологических заболеваний. Возможно, мы сможем найти новые подходы к лечению онкологических заболеваний и к их моделированию. Проект старшего преподавателя кафедры генетики, ведущего научного сотрудника лаборатории Валерия Соловьевой, уже не первый раз получает грантовую поддержку президента России. На этот раз тема также касается онкологических опухолей. Эти исследования являются продолжением нашего прошлого гранта, который также был поддержан Российским научным фондом. Там мы применяли внеклеточные визикулы для того, чтобы стимулировать иммунный ответ человека для уничтожения опухоли. Мы получили определенные результаты, провели исследования на животных, дальше собираемся развивать также эту тему. Но вот сейчас собираемся использовать визикулы для того, чтобы делать модели онкологических заболеваний. Три, два, два, Значение этого исследования на практике создать модель рака. Раньше это было невозможно. Неклеточные визикулы некоторых опухолевых клеток, которые образуют сфероиды, это так называемые трехмерные модели опухолей, могут поддерживать их рост и усиливать образование. То есть не все опухолевые линии могут образовывать трехмерные модели. Сотрудники лаборатории ставят цель использовать визикулы для того, чтобы способствовать образованию сфероидов у клеточных линий, тех самых, что не могут их образовывать. Благодаря этой разработке возможно получение тест-системы для отбора препаратов, причем персонализированный. Это даст возможность определить, как опухоль конкретного пациента реагирует на лекарства, тем самым подобрать ему именно тот препарат, который точно поможет лечению. Это уже другой уровень терапии. Это можно определить, когда мы берем опухоль конкретного пациента и размножаем ее в виде трехмерной конфигурации сфероидов, несколько штук. После этого мы добавляем различные лекарства и смотрим, какое подействовало лучше на данную опухоль у нас в лаборатории. И мы можем сказать, что этот пациент, для него лучше лекарства под названием А или Б. Актуальность разработки в том, что получаемые сфероиды трехмерной модели могут точно отражать результаты действия на их препаратах. Это так называемый скриншот для пациентов. Видно, как клетки взаимодействуют между собой внутри опухоли и как влияют визиклы на опухоли. Данный проект поможет создать новую улучшенную тест-систему для скрининга возможно каких-то новых терапевтических препаратов. Проект получил грантовую поддержку президента не случайно. Важно не только его прикладное значение и персонализированная тест-система. Это еще и фундаментальный проект. Он позволит расширить знания в области так называемой патогенеза зарождения онкологических заболеваний. Если мы сможем провести доклинические исследования нашей технологии, например, для иммуномодуляции с помощью визикул, мы сможем учить иммунные клетки человека, находить опухоль и убивать ее. То есть это новый метод иммунотерапии с помощью вне-клеточных визикул. Сейчас исследования в этой области идут только внутри этой лаборатории. И это лишь начало, говорит Валерия Соловьева. Первые пилотные работы вне стен университета проходили в программе комплексного обследования в медцентре Инвитро. В дальнейшем разработка может применяться в самых различных лабораториях, как и в научных исследованиях, так и непосредственно медицинской практике. Эльвина Минабудзинова, Булат Садыков, КФУ «Итоги недели». Как химия помогла одержать победу казанским лицеистам? Об этом во второй части программы. Также смотрите. Исследуют вопросы восстановления речи после тяжелых заболеваний. Технологии нейромаркетинга и нейрокоммуникации в медицине. Как лаборатория Нейролаб сможет помочь в реабилитации пациентов. Только он мог призвать ночную усадьбу Чингисханить, Зарю, Заратустрить, а небо Моцарить. Звезда футуристического счастья. Как математика и поэзия зародили новое направление в русской литературе. Спортклуб Казанского Федерального Университета Казанские Йоубарсы стал призером спортакиады студенческой молодежи в Белоруссии. Наши спортсмены стали лучшими в бадминтоне, а по настольному теннису и легкой атлетике заняли третье место. Перед отъездом ребят мы встречались с начальником спортоотдела департамента по молодежной политике КФУ Алексеем Ливановым. Он и сообщил о победах и призовых местах. Казанские Йоубарсы единственный клуб, который был представлен во всех видах спорта спортакиады. Команда представляет Россию на этой спортакиаде уже пятый год. 24 спортсмена и два тренера это представители нашего вуза. Гордимся ребятами. О том, какие еще события произошли в университете расскажем в нашем дайджесте. В КФУ состоялась 14-я международная научно-практическая конференция «Россия-Китай история и культура». Ее открыли ректор Ильшат Гафуров, генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани господин У У Ин Цинь и директор Института Восточных Рухописей Иран Ирина Попова. Конференция посвящена столетию со дня образования Коммунистической партии Китая и 20-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР. Ее участники выразили уверенность в том, что такой формат встречи укрепит дружеские российско-китайские связи, установит полезные контакты и поможет выйти на новые совместные инициативы. Только с созданием федерального нашего Казанского университета перед Казанским научным сообществом была поставлена амбициозная цель не только воссоздать былые традиции, но и стать или попытаться тогда стать ведущим центром отечественной ориенталистики. В Казанском федеральном университете откроется научно-технологический центр водородной технологии. Это решение принял ректор Ильшат Гафуров. Центром ответственности за реализацию проекта в университете определен Набережно-Челнинский институт. На его базе будут вестись разработки водородных технологий для наземного транспорта. Напомним, что при поддержке правительства в России запущена программа по созданию целой сети инжиниринговых центров на площадках российских вузов. Их задача создание новых каналов коммуникации между фундаментальной наукой и производством, передача технологий и компетенций из вузовской среды в реальный сектор экономики. КФУ и Акбарсбанк совместно работают над развитием рынка нейромаркетинга и нейрокоммуникаций в Татарстане. Об этом шла речь на встрече ректора Ильшата Гафурова с председателем правления Акбарсбанка Зуфаром Гараевым. Напомним, в университете уже работает совместная нейромаркетинговая лаборатория при участии компании Нейротренд. Ильшат Гафуров отметил, что возможности лаборатории позволяют проводить замеры всех нейрофизиологических данных человека. Технологии возможно применять, например, в медицине для нейрореабилитации тяжелых пациентов, восстановления когнитивных и речевых функций. Наши медики тоже вот мы встречались с руководителем компании, разработчиком. Они исследуют вопросы восстановления речи после тяжелых заболеваний, разных инсультов. Не только КТ, МРТ используют, они смотрят по данным маркерам, как вообще восстанавливается речь, как они воспринимают те или иные воздействия. То есть здесь огромное количество возможностей, чуть-чуть программный продукт переработать. Поэтому вам большое спасибо, потому что вы дали старт вообще нас в Сюри. Фармацевтика – разработка генных и клеточных препаратов. В этом направлении планируют развивать сотрудничество КФУ и российская фармацевтическая компания. На этой неделе в университете прошла встреча ректора Ильшата Гафурова с председателем совета директоров группы компаний из Варенофарма. Стороны договорились о работе над производством целой линейки препаратов. Мобильные приложения КФУ будут представлены в App Store. В магазине университет зарегистрировал единый корпоративный аккаунт. Уже сегодня готовится размещение до 10 мобильных приложений. Например, Studerus – лучшее обучающее мобильное приложение для отработки произносительных навыков на русском языке иностранными обучающимися. Твиттер создает подразделения для работы с блокчейном и криптовалютами. Соцсеть набирает команду, которая будет работать в этой финансовой сфере. Пользователи смогут подключить свой криптовалютный кошелек к учетной записи и импортировать невзаимозаменяемые токены. Твиттер уже добавил функцию, которая позволяет отправлять пожертвования в биткоинах. Одним словом, соцсети стали зарабатывать не просто в виртуальном мире, но и виртуальные деньги. Кстати, две громкие победы российских команд в киберспорте в каждой из них отметим, были уроженцы Татарстана. Лишь подтверждают, виртуальные пространства приносят реальные, многомиллионные в долларовом эквиваленте доходы. О чем интернет-пользователи были озабочены на этой неделе, нам поведает мой коллега Леонид Толчинский. И вновь с вами смотрите сами. Если уж и продолжать разговор о том, что больше всего будоражило социальное медиапространство, да и медиасреду в целом на минувшей неделе, то тут безусловный лидер QR-код и комплекс мер по куаризации нашей жизни. Как мы и прогнозировали еще месяц назад, чем больше антиваксеры истошно кричат о правах и свободах, тем выше угроза, что именно жесткий путь в битве за тотальную вакцинацию нам не избежать. Тут все просто. Пандемия никуда не отступает, и безопасность людей в такой ситуации становится абсолютным приоритетом. Отказ антиваксеровского меньшинства не только вакцинироваться, но в целом соблюдать какие-либо меры предосторожности в условиях пандемии. Результаты их разнузданной пропаганды привели к снижению осторожности уже и со стороны привитых сограждан и к мучительным сомнениям в целесообразности вакцинации в головах у колеблющихся. И вот следствие. Фактически повсеместное введение QR-кода вплоть до посадки в общественный транспорт. Невероятная нагрузка на систему здравоохранения. Заметные ограничения в том же образовательном процессе, особенно в части дополнительного образования. Массовых образовательных мероприятий для школьников, подростков, студентов. Сложнейшая ситуация у предприятий малого и среднего бизнеса. А еще результат введения уголовной ответственности за использование и продажу поддельных QR-кодов. В целом рост социального дискомфорта и депрессии. Враги России столько не сделали против нашей страны, сколько антиваксеры. Справедливости ради надо сказать, что ответственность за весь драматизм ситуации руководители и владельцы бизнес-структур тоже несут немалую. Они мало напрягались в решении задач обеспечить вакцинацию своих наемных сотрудников. зачастую сами являются убежденными антиваксерами, требуя от государства непременных компенсаций за ковидные ограничения, ни разу не приняли на себя социальные обязательства обеспечить на высоком уровне вакцинацию своих сотрудников и приложить хоть какие-то силы в пропаганду важности соблюдения всех антивирусных мероприятий. Поэтому весь вой в сетях о волне очередных ограничительных мер это крокодиловые слезы. Жалко только тех, кто добросовестно исполняет все рекомендации и фактически сейчас взят в заложники антиваксерами. Обращает на себя внимание на мой взгляд вполне управляемый слив информации с персональными данными жителей московского региона, купившими сертификаты о вакцинации. Кто-то трактует это как деятельность мошенников, стремящихся заработать на шантаже псевдовакцинированных. Кто-то полагает, что это более чем тонкий намек спецслужб на то, что информации о коор-продажах власти адресно поименно владеют. Возможно, что и первое и второе имеют в равной степени место быть. Вот куда интереснее история с ботом по имени Макс, который недавно был подселен на портал Госуслуг и был призван облегчить жизнь пользователям. Неожиданно для всех в четверг бот Макс начал нести откровенно антиваксеровские речи, чем изрядно потешил одну часть посетителей портала и напугал другую, в том числе и тех, кто создал этого бота. Министерстве цифровизации страны поспешились писать столь неприятный сбой в мозгу робота супермощной хакерской атакой. Но, честно говоря, именно в это верится с трудом. Робот ведь не сломался, что было бы логично в результате атаки. Он перешел всего-навсего на антиваксеровскую риторику. И тут причина видится в другом. Чат-бот поддержки Макс имеет нейросетевую нейролингвистическую модель, от которой он отталкивается. Модель постоянно пополняется некими данными, новыми словами, выражениями, предложениями. Если бы даже удалось в ходе некой атаки подменить модель, бот все равно еще несколько дней, а может и недель, продолжал бы использовать старую или смешанную риторику. Ведь ему нужно время переобучиться. Скорее всего произошло вот что. В модель попали мусорные данные. Откуда? Высока вероятность, что модель чат-бот обучается на новостях, форумах, комментариях, что находится в русскоязычном медиа-сегменте. И если в медиапространстве соотношение здравоориентированных и антиваксеровских единиц текста таково, что по факту бал правят антиваксеры, то вот вам и результат. Даже одна приличная статья несет под собой сотни безумных комментариев. И бот изучает это все, в том числе и соотношение. И по факту начинает в один прекрасный день отвечать пользователям портала госуслуг то, что превалирует медиасреде. То есть всю головную боль и срам госуслугам создали алгоритмы, которые опирались на фактическое содержание того, что есть в нашем медиапространстве. На некачественные тексты, на противоречивую двусмысленную информацию, на безумные комментарии, которые никак не модерируются. Бот Макс фактически протестировал и на основе большой выборки показал тот самый провал информационной кампании по вакцинации, о котором все вдруг так волнительно заговорили. Какие выводы? Я их делал еще рано. Ну вот, что точно надо бы усилить, так это разъяснительную работу среди студентов, например. Раз медиасреда все провалила, придется преподавателям, многим из которых студенты искренне доверяют включаться. Так вижу. Это не только поможет ребятам максимально быстро защититься от ковидной напасти, но и заметно облегчит им наступающий предновогодний сезон. Назло безумным антиваксорам и на радость тех, кто по-настоящему дорожит свободой и здоровьем. Простите, что пафосно, но это так. Всем доброго. Команда специализированного учебно-научного центра IT-лицея КФУ победила в заключительном этапе всероссийского конкурса проектов Skill Up по направлению химия. Сегодня у нас в студии педагог дополнительного образования, готовящий ребят Евгений Сазонов и одна из участниц команды Гульнас Бадурдинова, ученица 10 класса. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос учителя. Расскажите коротко о конкурсе. Где он проходил и кто в нем принимал участие? Какова его география? Конкурс Skill Up был организован Санкт-Петербургским государственным университетом и Кванториумом Петербурга и, собственно, проходил он в Петербурге. Что касается географии участниц, команд-участниц проекта, то я знаю, были команды из Петрозаводска, были ребята из Сахалина, из Самарской области, из Астрахани, Оренбург. Много команд было из Санкт-Петербурга и вот Татарстан представляла четыре команды из IT-лицея. А как шла подготовка ребят к турниру и насколько высокий его уровень? Ну, специальные подготовки мы не проводили с ребятами. Должен сказать, что турнир проходил в два этапа заочный и очный. В заочный этап нужно было подготовить мотивационное письмо от команды, также презентацию и портфолио. Собственно, на это мы тратили довольно много сил. А после того, как стали известны результаты, и мы узнали, что мы прошли в финал, через две недели нам уже предстояла поездка, поэтому, ну, тут какой-то специальной подготовки не нужно было, да, мы просто не успели. Но ребята у нас были опытные, которые уже участвовали в подобных конкурсах, поэтому, ну, такой общий настрой только был. Гульнас, вопрос к вам от первого лица. Расскажите, как проходил конкурс? Конкурс проходил довольно в интересном формате, так как мы не знали, какая тема у нас будет на проектах, в котором мы будем работать. Когда мы получили кейс, мы подумали, вау, а где здесь химия? Как это связать с химией? Так как кейс звучал так, создание пассажирской логистики на вокзалах и станциях. Мы решили сделать это с указателями, сделав их из лименофора. А лименофор — это такое вещество, которое накапливает энергию днем, и потом горит около 12 часов. Вопрос снова учителя. В турнире принимали участие, как вы отметили, несколько команд этой телеце. И что в итоге удалось завоевать, где мы стали лучшими или одним из лучших? Ну, должен, во-первых, сказать, что все конкурсанты были разделены на два кластера по разным сферам. И в каждой сфере еще были разные направления. Вот у нас было четыре команды. Одна команда в химии и три команды в информационных технологиях. Команда химиков, мы их так называем, они стали победителями, то есть прям победителями, самыми главными в своем направлении. А три другие команды стали лауреатами по разным номинациям. Ну, например, одна команда получила степень лауреатов за самый креативный проект, одна команда за самый прикладной и еще одна команда наших там старшеклассников, там, 10-й, 11-й класс, они показали мастерство и профессионализм. И, собственно, за это получили отдельную премию. Участие в таких турнирах, что дает вам лично? Понятно, что есть образовательная программа, там, Олимпиада, это бонусы при поступлении в будущем, безусловно. Но есть ли еще какие-то преимущества участия, и тем более успешным участием в таких проектах? Конечно же, есть этот большой опыт в публичном выступлении в первую очередь. Также мы попали в нестандартную ситуацию, так как у нас не было нужных нам реактивов, и пришлось это как-то теоретически все описывать. Также мы создали 3D-модель нашего проекта, а 3D-модель и химия немножечко два разных направления. И за неделю мы освоили программу Unity и создали 3D-модель люминофорно-гидрофомных указателей и разметок. Все. Ну и так, получается, они прокачались, да, по ходу самой Олимпиады. Спасибо вам большое за интересную беседу и удачи в дальнейшем. Спасибо. Спасибо. Стихи живут по закону Дарвина. Закон Дарвина справедлив не только для животных, но и для стихов. Самые сильные стихи живут столетия, а слабые вымирают. Эти строки принадлежат родоначальнику русского футуризма Велимиру Хлебникову. Его жизнь связана с Казанью. Здесь будущий поэт провел гимназические и студенческие годы. Здесь произошло его становление как личности литератора. Одобрение первых его произведений он получил от Максима Горького, еще одного человека, чьим жизненным университетом стала Казань. А между тем, поэт Велимир Хлебников был увлечен миром точных и естественных наук. Как математик и орнитолог он стал главным теоретиком футуризма. Об этом в рубрике Ильи Андреева. 9 ноября мы отмечаем день рождения поэта Серебряного века Велимира Хлебникова. 10 лет его жизни прошли в Казани. Здесь он окончил гимназию, учился в Казанском университете, написал первые стихи. Мы вводили рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Лобачевского Казанского Федерального университета. И у нас с вами представляется возможность познакомиться с изданиями, с собранием сочинений Хлебникова. В Казань Хлебниковой переехали в 1898 году. Обучаясь Казанской гимназии, Велимир настоящее имя Виктор Хлебников увлекся математикой. В старших классах ее тогда преподавал только что окончивший Казанский университет Николай Николаевич Парфентьев. Занятия с молодым учителем сразу же стали приобщением к настоящей науке. Преподаватели гимназии хорошо относились к Хлебникову. В эти статьи писали, что поведение на отлично, приготовление уроков аккуратен, а в поведении исполнение письменных работ был исправен. Великий поэт решил продолжить занятие математикой и подал заявление о зачислении на физико-математический факультет Казанского университета. Вообще о казанском периоде Виктора Хлебникова напишет некогда заведующий отделом рукописи редких книг, он заведовал его 27 лет, Вячеслав Васильевич Арестов. Он изучал культурную жизнь Казани и вот в своей работе Хлебников в Казани он это все подробно будет описывать. Радостно он поступил в университет. Все с любопытством смотрели на этого голубоглазого мальчика в новеньком студенческом костюмчике. Пишет об этих днях младшая сестра поэта Вера. Виктор Хлебников не афиширует свое занятие поэзией. Только летом 1904 года он делает решительный шаг, посылает несколько своих Максиму Горькому. Известный писатель, имя которого знала вся читающая Россия, ответил Виктору. Сочинение он одобрил и вернул рукопись со своими рекомендательными заметками, а внизу поставил крупную подпись красным кардашом «Горький». Одобрение Максима Горького Виктора Хлебникова во многое ему теперь обязывает. Теперь Виктор буквально ко всему относится очень требовательно, ко всему, что пишет. В отделе рукописи редких книг сохранились эти уникальные издания, например, «Низный Хлебников». Публикуется благодаря группе друзей, публикуется буквально 100-150 экземпляров, особая техника. Техника называется стеклография. Тиражируется машинописный, рукописный текст, публикуются записные книжки Вильмира Хлебникова. В студенческие годы Хлебников начинает эксперименты со словом. Он предпринимает попытки создать общеславянский язык, активно занимается словотворчеством, начинает разработку птичьего и звездного языков. Впервые мечта о звездном языке, понятному всему человечеству, пришла не к признанным поэтам, а к студенту-первокурснику еще в 1904 году. 5 ноября 1903 года за участие в массовой протестной демонстрации студенчества первокурсник Вильмир Хлебников был арестован и месяц провел в тюрьме под Казанским Кремлем. Ранее там же сидел Владимир Ульянов. На месте расправы с демонстрантами ныне стоит физический корпус КФУ. После заключения студент Хлебников стал нелюдим, в студенческие годы. Был он застенчив, скромен, знакомств почти не поддерживал, товарищей почти не имел. Садился в углу и бывало так, что за весь вечер не произносил ни одного слова. Сидит, потирает руки, улыбается, слушает, говорит очень тихим голосом, почти шепотом. Это было странно при его большом росте. Был неуклюж, сутулился. В университете работал довольно усердно. 24 февраля 1904 года по собственному прошению он переехал в Санкт-Петербург, где был зачислен на третий курс естественного отделения физико-математического факультета. Вскоре Виктор возвратился в Казань. 28 августа 1904 года восстановился в Казанском университете, но уже на естественном отделении. Естественные науки отразились, конечно же, на творчестве Велимира Хлебникова. О цветах, о небе, даже о простом кузнечике он пишет со знанием дела. Только он мог призвать ночную усадьбу Чингисханить, Зарю, Заратустрить, а небо Моцарить. Наиболее подробный исторический анализ творчества Велимира Хлебникова можно найти на страницах работы Степанова. Он изучает его ранние работы, языческие, написанные в футуристическом стиле и завершая уже написанными работами в послеоктябрьское время. Конечно же, кроме работы Степанова, вводили рукописи редких книг, сохранилось одно из первых, мы можем даже назвать первое собрание сочинений Велимира Хлебникова. В Казани он получил начальную, но добротную подготовку по ряду математических дисциплин. А математикой и поисками числовых законов времени Велимира занимался до последнего дня своей жизни. Здесь из первых рук он познакомился с научным наследием Николая Ивановича Лобачевского. Личность Лобачевского, совершившего революционный переворот геометрии, его теория глубоко поразили Хлебникова, стали близкими ему. «Мне мало надо краюшку хлеба и капли молока, да это небо, да эти облака». Жизнь Хлебникова пример бескорыстного служения поэзии. Он пронес через все суровые испытания, рыцарскую верность и предность делу поэзии. Поэт Серебряного века Велимир Хлебников говорил, «О людях надо думать лучше, не для того, чтобы в небесах летать, а просто так, на всякий случай, чтобы меньше попадать в просаг. О людях надо думать лучше, чтобы стать получше самому, чтобы эти люди стали лучше, поверив мнению твоему». Давайте об этом с вами подумаем. Всего вам доброго и до новых встреч. Илья Андреев, Булат Садыков, КФУ, Итоги недели. Долой слово-средство, да здравствует самовитое, самоценное слово. Словами Хлебникова мы, пожалуй, и закончим нашу программу. Пусть слово, как мысль, будут ценным приложением науки. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok